здравствуйте приветствую вас на своем канале сегодня свяжем оригинальный теплый берет крючком крючок 4 миллиметра брала для дна берета крючок 3 миллиметра брала для резинки и высоты берета пряжа полушерсть в 100 граммах 200 метров ушло 140 грамм вязала на обхват головы 50 56 сантиметров дно берета состоит из колец которые соединяются определенным образом цепочку а потом мы формируем из этой цепочки дно и закрепляем конструкцию схема кольца очень простая у меня для моего берета получилось 6 колец если мы будем увеличивать или уменьшать число колец цепочки то соответственно меняется и диаметр что позволяет нам связать подобный берет на любой размер итак начинаем вязание берета с колец формируем дно для кольца набираем 33 воздушные петли и замыкаем цепочку в кольцо соединительным столбиком теперь делаем воздушную петлю подъема и будем в каждой каждую петлю цепочки провязывать столбик без накида таким образом у нас по кругу всего получится 33 столбика без накида ровно столько сколько мы набирали число воздушных петель цепочки провязываем столбик без накида в каждую петлю цепочки и заканчиваем ряд соединительным столбиком вот мы довязали до конца первый ряд присоединяемся соединительным столбиком к воздушной петли подъема и переходим ко второму ряду вытягиваю петлю и в это же основание не завершенный столбик провязываю петли вместе делаю воздушную петлю делаю накид на крючок следующую петлю основания ввожу крючок вытаскиваю рабочую нить будем делать 2 накида 2 незавершенных столбиком первый столбик незавершенный готов делаем накид на крючок в это же основание вытаскиваем еще одну петлю провязываем накиды вместе и 2 петли на крючке вместе и воздушная петля таким образом весь ряд у нас это два незавершенных столбика с общей вершины с общей вершиной вместе провязаны и между ними воздушная петля так будем вязать весь круг провязали воздушная петля после группы столбиков теперь опять накид на крючок вводим крючок вытаскиваем нить опять делаем накид в это же основание вытаскиваем еще одну петлю провязываем накиды вместе и две петли вместе и опять воздушная петля так будем продолжать до конца ряда закончим ряд соединительным столбиком дошли до конца второго ряда замыкаем ряд соединительным столбиком и приступаем к третьему ряду вытягиваю петлю делаю накид на крючок и теперь провяжу лицевой рельефный столбик с двумя незавершенными накидами и воздушная петля делаю накид на крючок собираюсь делать как бы лицевой рельефный столбик под столбик предыдущего ряда вожу крючок вытягиваем нить один накид вытащили второй накид на крючок опять ввожу крючок вытаскиваю вторую петлю вытащили про вяжем все накиды вместе и две петли на крючке вместе и воздушная петля это и будет третий ряд как лицевой рельефный столбик вытягиваем 1 накид вторую петлю вытягиваем все накиды провяжем вместе две петли на крючке вместе и воздушная петля будем продолжать до конца ряда и закончим ряд соединительным столбиком и 4 ряд соединительным столбиком и кольца этом полустолбики с накидом делаем 2 воздушные петли подъема полустолбик под арку и в группу столбиков полустолбик так будем вязать весь ряд полустолбик под арку и полустолбик группу столбиков так будем вязать до конца ряда закончим ряд соединительным столбиком так мы получим первое кольцо и аналогично будем вязать все кольца только будем соединять их цепочку вот у нас такое кольцо получилось еще нам надо связать 5 колец всего колец у меня на моем берете будет 6 второе кольцо вяжем аналогично набираем также 33 воздушные петли и присоединяемся к первому кольцу хвостик вводим середину кольца вот таким образом и теперь просто соединительный столбик провяжем чтобы соединить цепочку в кольцо и будем все ряды вязать точно так же как в первом кольце все то же самое соединительный столбик вот мы соединили кольцо все то же самое сейчас будем делать воздушную петлю подъема и провяжем один ряд столбики без накида в каждую петлю цепочки закончим ряд соединительным столбиком и и и и и и и и и Продолжение следует... Таким образом у меня получилась цепочка из пяти колец. А теперь нам надо связать шестое кольцо и объединить все, сформировать дно. Берем нашу цепочку, покажу как будем соединять. Нам не хватает еще одного колечка, чтобы закрыть вот эти отверстия. Также набираем цепочку из 33 воздушных петель. Также сейчас будем протягивать через центральные части. Замыкаем в кольцо эту цепочку соединительным столбиком. И вяжем еще одно кольцо, которое позволит нам уже продолжить дальше, сформировать дно берета и вязать дальше. Субтитры создавал DimaTorzok Дно моего берета получилось 24 сантиметра. Хвостики от вязания можем спрятать, подвинув кольцо на изнаночную сторону. И сейчас будем закреплять. Я закрепляла нитью того же цвета, просто прихватывала, чтобы у меня полотно не расходилось в нескольких местах, произвольно. Точки примерно покажу, а вы, если будете вязать, смотрите сами. Но само дно получается достаточно плотное и очень теплое. Вот в этих местах можно закрепить. Но когда у вас уже будет полотно, вы посмотрите, может быть, где-то еще что-то добавите. Теперь нам нужно вот это полученное полотно обвязать по кругу столбиками без накида. Заодно у нас вот детали еще дополнительно соединятся друг с другом. То есть я ввожу нить и столбиками без накида буду обвязывать по кругу в каждую петлю основания. Просто вяжу столбики без накида по кругу. Закончу ряд соединительным столбиком. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Здесь у нас место соединения двух деталей, их мы будем соединять при помощи столбика без накида. Уже здесь по рисунку получается. Вводим крючок через две детали и провяжем столбик без накида. Таким образом соединяем полотно. Следующий ряд ряд столбиков с накидом. В каждую петлю предыдущего ряда. Это я делаю для того, чтобы... Это как бы установочный ряд для того, чтобы нам постепенно убавлять полотно. Чтобы перейти к резинке. Этот ряд столбики с накидом в каждую петлю основания предыдущего ряда. Вяжем так весь ряд. Закончим ряд соединительным столбиком. После донышка я вяжу крючком 3 миллиметра. В работе я посчитала 128 петель. У меня получилось все петли я разделила на 10 частей по 16 петель. Каждый сектор будет 14 изнаночных столбиков и 2 столбика лицевых. Будем убавлять изнаночные столбики. Делаем петли подъема и провязываем еще 13 изнаночных рельефных столбиков. Всего с петлями подъема у нас будет 14 столбиков. Сейчас вяжу после петель подъема 13 изнаночных рельефных столбиков. Вяжем. Субтитры создавал DimaTorzok Корректор А.Кулакова Мы связали вместе с петлями подъема 14 столбиков. Теперь следующие два столбика вяжем лицевыми рельефными столбиками. Их мы будем без изменения провязывать всегда лицевыми. Убавлять будем полотно только изнаночные столбики. Провязали два лицевых столбика. Теперь вяжем 14 изнаночных рельефных столбиков. И далее опять два лицевых. И так очередуем весь ряд. Ну, если в том случае, если у вас получилось так же 128 петель, как у меня. Потому что я делила на 10 секторов. И в каждом секторе у меня было по 16 петель. Две петли я оставила на лицевые рельефные столбики, а 14 на изнаночные. Так вяжем до конца ряда. И закончим ряд соединительным столбиком. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Со следующего ряда начинаем убавлять изнаночные столбики в секторе в каждом. То есть, но будем каждый ряд менять, убавлять либо в начале сектора, а следующий ряд будем убавлять в конце сектора. Для того, чтобы не перекосить полотно. Вот этот первый ряд убавок я решила убавить в конце сектора. То есть, сейчас провязала петли подъема. Вяжу по рисунку изнаночные рельефные столбики. Вяжу до тех пор, пока у меня перед лицевыми столбиками не останется два изнаночных столбика предыдущего ряда. Субтитры создавал DimaTorzok Довязали мы до места. У нас осталось два изнаночных рельефных столбика предыдущего ряда. Вот их мы сейчас провяжем вместе изнаночным рельефным столбиком. И будем убавлять полотно таким образом. Провяжем эти два столбика вместе изнаночным рельефным столбиком. Провязали, столбик убавили. А два лицевых столбика провяжем по рисунку. То есть над лицевыми всегда будем вязать лицевые рельефные столбики. Первый столбик и второй лицевой рельефный столбик. Провязали. Вот один сектор мы уже убавили петлю. Теперь переходим к следующему сектору. Следующие 14 петель. Здесь также провязываем 12 изнаночных рельефных столбиков. Но это смотря сколько у вас в каждом секторе будет изнаночных столбиков. Я у себя вяжу 12. Не доходя два столбика до лицевых. Для того, чтобы убавить петли. Провязать два последних изнаночных столбика одним столбиком изнаночным. Вяжем пока по рисунку. Продолжение следует. Вот опять у нас осталось два столбика перед лицевыми. Два изнаночных столбика предыдущего ряда. Делаем накид на крючок и провяжем эти два столбика вместе изнаночным рельефным столбиком. Таким образом и в этом секторе мы убавили столбик на один. Далее два лицевых рельефных столбика вяжем по рисунку. То есть над каждым лицевым рельефным столбиком провяжем также лицевой рельефный столбик. То есть лицевые рельефные столбики мы вяжем без изменений. Их мы не убавляем, не трогаем. Так мы вяжем до конца ряда и закончим ряд соединительным столбиком. В следующем ряду убавок я убавляю в начале. Напомню, меняем место убавления для того, чтобы не перекосились наши полоски из лицевых рельефных столбиков. Чтобы у нас убавки шли равномерно. То есть сейчас мы убавили в самом начале ряда на один столбик. Провязали петли подъема со следующим столбиком вместе. Итак, в течение этого ряда в каждом секторе мы вначале будем убавлять петли. А в первом ряду мы убавляли в конце сектора. Сейчас все вяжем по рисунку до лицевых рельефных столбиков. Провязываем. Продолжение следует... Провязали. А теперь лицевые рельефные столбики вяжем по рисунку. Над каждым лицевым рельефным столбиком предыдущего ряда будем вязать лицевой рельефный столбик. Провязали. И теперь переходим к следующему сектору. В прошлом ряду мы убавляли в конце сектора. Сейчас мы убавляем в начале. Для того, чтобы не было перекоса полотна. Два столбика предыдущего ряда в начале сектора провяжем изнаночным рельефным столбиком. И убавим в этом секторе на один столбик. Количество столбиков. Далее вяжем по рисунку до лицевых столбиков. И напомню, что лицевые рельефные столбики мы вяжем без изменений. Так мы будем вязать весь ряд и закончим ряд соединительным столбиком. Далее таким образом продолжайте убавление до тех пор, пока не выйдете на объем головы. То есть я убавляла до тех пор, пока у меня между лицевыми рельефными столбиками не осталось по 8 изнаночных рельефных столбиков. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я продолжала убавление до тех пор, пока не вышла на обхват головы. Мне комфортно. Между лицевыми столбиками у меня 8 изнаночных рельефных столбиков. Теперь можно приступать к резинке. Я вязала резинку из рельефных столбиков, чередовала лицевой и изнаночный рельефный столбик. Сделаем воздушные петли подъема и чередуем лицевой рельефный столбик и изнаночный рельефный столбик. И получим резинку. Вяжем резинку нужной нам высоты. И так будем продолжать весь ряд. Чередуем лицевой и изнаночный рельефный столбик. Закончим ряд соединительным столбиком. Редактор субтитров А.Семкин и на всякий случай покажу следующий ряд. Но они все вяжутся аналогично по рисунку. То есть над лицевыми рельефными столбиками мы вяжем лицевые рельефные столбики, а над изнаночными рельефными столбиками предыдущего ряда вяжем изнаночные рельефные столбики. То есть таким образом формируем резинку из рельефных столбиков 1 на 1. То есть так будем вязать по рисунку здесь до конца ряда. И заканчивать каждый ряд мы будем соединительным столбиком. Вяжем резинку нужной нам длины. Вот такой берет получился у меня. Творческого вдохновения и вам. До новых рукодельных встреч! Субтитры создавал DimaTorzok